Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Белышева. Капельница вместо экскурсии. Во Львове массовое отравление детей. Чем их накормили в гостинице? Четыре спорных года. Почему приговор в деле об убийстве матроса в Одесской области так и не поставил точку в этой истории? За спасибо. Когда введут новые правила и даже очень большие деньги больше не помогут получить гражданство в ЕС. Сокол поджигай. Боевики Хамаса теперь используют для огненного террора птиц. Что противопоставит Израиль? Массовое отравление во Львове. 27 детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции. Пострадала часть группы, которая приехала во Львов на экскурсию из Хмельницкой области. Все подробности расскажет Галина Якушко. Снежа она с ночи на больничной койке. Ей поставили несколько капельниц и сделали укол. Ночью у девушки поднялась температура и началась рвота. На конуне она села блины и омлет. С подобными симптомами в несколько больниц Львова попали 26 детей. Самому младшему из которых 12 лет и один взрослый. У всех острая кишечная инфекция. Что спровоцировало вспышку пока неизвестно. Они выживали какие-то млинцы с сиром, салаты с сиром, сметаной и овощами. Ну, больше ничего такого мы подозрелого. Количество больных может возрасти. Дети приехали группой. 38 человек из Хмельницкой области выиграли в спортивных состязаниях и получили путевки во Львов на экскурсию. Жили вот в этом отеле. Питались в кафе. Сейчас его проверяет Госпродпотребслужба. Действуется отбирь проб, проводится огляд. Согласно перелику всех вопросов. Обовязково отбирь проб хорчевых продуктов, которые есть на залишку. Обовязково смыли на бактерии грубой кишковой палочки. Вода. Администратор отеля, в котором жили дети, говорит в образцовой работе кухни, уверен. Такой случай здесь впервые. У всех работников есть медицинские книжки, а продукты покупают с надлежащими сертификатами качества. В отеле обещают компенсировать все расходы на лечение, однако сейчас дети больше всего хотят домой к родителям. Сегодня нас выпишут, но я не знаю, если другим станет хорошо, то мы поедем. Завтра поедем, сегодня уже нет. По факту массового отравления в полиции открыли уголовное производство. Виновным грозит до трех лет ограничения свободы. Галина Якушки, Юрий Голубенко, подробности телеканал Интерлевскую область. Полиция ищет второго подозреваемого в нападении на управляющую делами Херсонского горсовета Екатерину Ганзюк. Сегодня обнародовали фото этого человека. Правоохранители просят всех, кому что-либо известно, помочь в поиске злоумышленника. Галина Якушки, руководитель Ганзюк, руководитель Ганзюк. Самый цей гражданин, за версию следствия, имеет причетность до указанного правопорушения. И нам хотелось бы допомоги в его установлении, в его особенности. В Одесской области огласили приговор в деле об убийстве матроса Арслана Шейхова. Год назад его смерть возмутила местных жителей. Они опасались, что подозреваемый, а он бывший милиционер, сможет уйти от ответственности. Что решил суд, расскажет Андрей Анастасов. В августе прошлого года тело Арслана Шейхова было найдено в селе Егоровка. На своей родине моряк праздновал день рождения. Ему исполнилось 33. До этого военнослужащего видели в компании с Владимиром Злым, бывшим милиционером из местной зажиточной семьи. Вскрытие показало, у Шейхова сломаны 11 ребер. Родственники уверены, склонный к насилию злой попросту избил Арслана до смерти. Как только мы начали это дело, чтобы наказать по заслугам, нам сказали, какой закон. Вы знаете, что это нереально. С ихними деньгами это просто вам нереально что-то выиграть. В том, что это умышленное убийство, уверены и боевые товарищи Шейхова, которые служили с ним в зоне АТО. Об Арслане они отзываются как о добродушном человеке. Сослуживцы моряка, а также односельчане приехали на вынесение приговора. Это зверское убийство. Вам этого не понять, потому что вы не теряли такого друга. И мы хотим, чтобы был вынесен правильный приговор, чтобы человека действительно лишили права находиться на свободе. Следствие же пришло к иному выводу. Злой якобы делал Шейхову непрямой массаж сердца, сломал половину ребер, что и стало причиной смерти. Поэтому экс-милиционера прокуратура обвинила в убийстве по неосторожности. Максимальное наказание по этой статье – 5 лет тюрьмы. Для Владимира Злова прокурор попросил чуть меньше – 4,5 года лишения свободы. Было установлено факт нанесения телесных повреждений при нажатии на грудную клетку, то бишь при непрямом массаже сердца, что в последующем было подтверждено показаниями прямых свидетелей. Сам злой утверждает, что и не бил матроса, и не проводил массаж сердца, а делал лишь искусственное дыхание, когда нашел того в бессознательном состоянии на улице. Я ему не нажимал, я его пальцем не трогал, я просто облил ему водой, помыл лицо и продул рот в рот. Все. То, что кто-то его там избил, это следствие не искало, не разбиралось. Прошу меня оправдать и отпустить. В итоге приговор. Судья признала злого виновным и назначила ему 4 года тюремного заключения. Потерпевшая сторона считает это наказание недостаточно строгим, а сторона обвинения в целом не согласна с приговором, поэтому обе будут обжаловать решение суда. Андрей Анастасов. Подробности. Телеканал Интер. Одесская область. На Донбассе сегодня уже 6 обстрелов. В Новозвановке, опытном Маринке и Лебединском боевики использовали гранатометы и пулеметы, а в районе Новолуганского в ход пошли минометы запрещенного калибра. На провокации наши бойцы вынуждены отвечать огнем и стрелкового оружия. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Мешки над окопами украинских пехотинцев защищают их от огня боевиков. Позиции они простреливают и днем. Позвучало пару одиночных постреливов. Михаил постоянно держит в поле зрения позицию противника. С такой вот стрельбы накануне боевики начали бой, который длился час. Они первые открыли стрельбу по нам, по соседям, справа, слева. Вот тут, где я стою сейчас. У нас свистел над головой, у нас уже привыкли. Под конец враг в ход пустил и гранатометы. Начали все больше нарушивать интенсивность огня со стороны противника. И могли отдавать висич, так как противник не хотел остановиться добровольно. Вчерашним таким обстрелом предполагают украинские солдаты. Российские наемники хотели отвлечь их внимание. Они что-то сделали. Можливо, даже какая-то машина в село заезжала. Важливо. Потому что им нужно было завезти. Могли подходить где-то с посадкой, где их мало видно. Спровоцировать пехотинцев на ответный огонь на этом участке боевики пытаются постоянно. А наши военные уже по характеру стрельбы определяют их дальнейшие действия. Подходят, значит, будут стрелять по одной позиции, например, с трех-четырех позиций их. Если не стрельбой, так хитростью выманивают. Выкористывают разные типы демоскующие средства, чтобы вести оман. Вешают компакт-диски, вешают всякие бляшанки, чтобы отблизывали, типа, как от оптики. И вытягивают в огонь на все демоскующие средства. При этом вычисляют, где находятся позиции наших военнослужащих. И туда ведут кучный огонь присильный. Не удается боевикам скрыть и упаднические настроения в своих рядах. Вместо укрепления позиции на передовой они возводят третью линию обороны. Сейчас очень видно интенсивную работу на третьей линии обороны. Сейчас они эскаватором проезжают. Боятся наступления, с улыбкой говорят пехотинцы и с пониманием относятся к страху противника. Можно сказать это, что и миллячно. У нас потенциал сближается. Также эффективность введения боевых действий у нас уже на достаточно большом уровне. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Украина будет противостоять России, попытаясь она вмешаться в избирательные процессы. По этому поводу президент Петр Порошенко даже инициировал специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны. На своей странице в Фейсбуке глава государства написал. И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне не сомневаются, что Москва попытается повлиять на выборы. И Украина должна быть к этому готова. С лидерами ЕС и США Порошенко договорился противодействовать сообща. И напомню, уже ближайшие президентские выборы в Украине назначены на 31 марта, а парламентские на 27 октября 2019 года. Санкции против Ирана снова в действии. Соединенные Штаты вернули ограничения, которые были сняты в 2015 году после договоренности о свертывании ядерной программы Тегерана. Санкции эти затронут автомобильный сектор Ирана, торговлю золотом и другими металлами. Второй блок запретов вступит в силу уже с ноября этого года. И он коснется энергетической сферы и транзакций, связанных с Центробанком. Я напомню о возобновлении санкций. Президент Трамп объявил еще в мае. Он обвинил Иран в разработке ядерного оружия и обогащении урана. Валютные резервы НБУ стремительно сокращаются только за июль. По данным Нацбанка, они уменьшились на 300 миллионов долларов. Виной всему погашению госдолга в иностранной валюте. И это не считая платежей Международному валютному фонду. В то же время в НБУ заверяют, что ресурсов достаточно, чтобы Киев мог и дальше выполнять свои обязательства. Впрочем, у некоторых нардепов прогнозы не столь оптимистичны. Экономическая ситуация достигла критической отметки. Доказательство тому 20-ти миллиардная дыра в госбюджете. Так считает нардеп Сергей Каплин. Он хочет разобраться, кто виновен в масштабном кризисе и обещает провести собственное расследование. Люди сотнями тисяч идут за кордон побираться на заработки. Влада прикриває свои грехи штучною девальвацією національної валюти, вбиваючи її до рівня 30-35%. Але разом з тим у відповідь будут зростати ціни на ліки, на продукти харчування, на комунал. Від цього постраждають прості люди. Влада, як завжди, буде виглядати біленькою і пухнастою. Ми не дамо обдурити простих людей. Ми не дамо в чергове залізти в їх кишень. Ми починаємо власне незалежне розслідування причин авторів і виноватів девальвації національної валюти. Ну і поки отечественні фінансісти опустошають казну собственої країни, рядові українці винуждены пополняти чужую. Один пример. Обща сумма денежних переводів із Польщі от наших сограждан просто огромна. За перші три місяці цього року она составила 800 млн доларів. Це почти 90% от всіх іностранних переводів. В основному, деньги высылають люди, які виїхали на заробітки. Всего в Польщі работает почти мільйон українців. А вот получить европейське гражданство даже за очень больші деньги українцям не светит, як і виходцям із інших країн. В ЄС намерена прикрыти легальну торговлю документами, щоб толстосуми і не помишляли о прописці в ЄС за щедрі інвестиції. Почем нынче паспорта, узнаем от Татьяны Лагунової. Золоті паспорта. Єврокомісія планирує прикрыти практику получення гражданства за деньги. В качестве благодарності за щедрі інвестиції в ту чи іншу страну Євросоюзу чи покупку там дорогої недвижимости. Два мільйона евро інвестицій, либо особняк за 500 тисяч. І ти гражданин Кипра. Дешевле на Мальте. Там, щоб получить паспорт, іностранців достаточне вложити в економіку страни мільйон. Також без тестів на знання язика і стажа проживання в країні, але за деньги, можна получить документи гражданина Греції і ще ряда стран ЄС. Пока можна. Брюссель настроена решительно і хоче ужесточити правила предоставлення гражданства. Об этом в інтерв'ю ряду ізданий сообщила еврокомиссар по вопросам юстиції Вера Юрова. Дескать, в Брюсселе заметили, що количество обладателей таких золотих паспортов стремительно растет. Чаще всего їх получають выходцы із Китая, а також России і других стран бывшого СССР. Так, например, за последні 10 лет только гражданами Кипра, благодаря тугому кошельку, стали более 3 тисячі человек. Ещё 2 тисячі пополнили ряды граждан Мальты. В Єврокоміссії опасаються, що всі ці люди не проходять должну проверку і потім можуть використовувати паспорта европейських стран для відмування денег і іншої нелегальної деятельності на території Євросоюзу. Нові правила получення гражданства Єврокоміссія планирує представити вже осенью, якими вони будуть, пока непонятно. Як, впрочем, і то, як на це нововведення отреагують країни ЕС, які так хорошо зарабатують на своїх нових гражданах. Татьяна Лугунович, Слав Фролов. Подробності. Европейское. Бюро телеканала «Интер». В Європі продолжається аномальна жара, і на цей раз пострадал урожай. Екстремальні температурні условия повлекли за собою найсерйозний за последні 40 років овощной кризис. Об цьому заявили в Європейській ассоційі производителів фруктов і овощей. Особенно пострадали от жары фермерські угоди во Франці, Нідерландах, Германі, Великобританні, Венгриї і Польщі. А вот українських фермерів допекли не погодні условії, а финансові. І вони просять сократити налоги, щоб краще і швидше розвивати свій бізнес. Особенно це касається производителів молока, де нормы найболі жісткі. Наші корреспонденти побували в одному із фермерських хазяїств в Рівненській області. Село Башаровка, Рівненська область. Здесь знаходиться один із крупніших молочних комплексів Западной України, де содержат около 2 тисяч коров. Єжедневно отсюда на переработку отправляють около 40 тонн молока. На сьогоднішній день ми маємо молоко-екстракласу. Ми теж дотримуємося всіх гостів євростандарту. Дуїня в молокопровід – це стандарт і дотримання гостів, які прописані, які вимагаються і молокозаводом, і взагалі в країні. Фермери закупають животних не тільки в Україні, але й за границей. Єсть корови з Чехії і Германії. Для них создані тут всі условії. Наприклад, відкриті поміщення, захищені від сонця. Молоко тілятам розвозять спеціальне молочне таксі. На молодніки не економять, кормять трижди в день по 2 литра. Тілята, які вирощуються від п'ятого дня, отримується і до двох місяців. Такі отримання запроваджені в нас тільки на підприємстві. Це навіси, які на літо розшторюються. Зимову пору ми зашторюємо для того, щоб не було протягів. Таке велике хозяйство потрібно в підтримці держави, кажуть фермери. А її сьогодні нет. Любий фермер, любе господарство не може справитися з цими завданнями складними, що і з реалізацією, і з усім, що склалося зараз в нашій державі. Тобто потрібна якась спрямована перспективна програма, яка б трошки на рівні держави підтримувала б такі фермерські господарства. О своїх проблемах фермери розповіють сьогодні лідеру оппозиційного блока. Юрий Бойко пообіцьав помочь на законодательному уровні ініціювати національну програму підтримки животноводства. Їх позбавили пільгового режиму оподаткування, який існував до 2016 року. Коли це було відмінено, а це було відмінено під тиском Міжнародного валютного фонду, одночасно фермерів позбавили приблизно 20 мільярдів обігових коштів. Що це означає? Це означає, що вони не зможуть купити ані техніку, ані засоби захисту рослин. Це буде біда, це підвищило податкове навантаження на нині. Ще одна біда, уверен Юрий Бойко, рейдерство фермерських предприятий. Особенно сильно страдають від цього хозяйства в центральних і восточних областях країни. Під дахом Мінистерства юстиції, під дахом правоохоронних органів, існують банди, які практично переоформлюють землю, приїжджають на поля, забирають вражай, забирають землю у людей. І це все стало національним проблемом. Три четверти фермерів в країні, вони бояться, що в них прийдуть і забирають вражай. Лідер оппозиціонерів заверив, що його політсила буде добиватися возврата льготной системи налогооблаження для фермерів. Є ще одне важливе для розвитку села – доступне удобрення. Після подорожання газа ціни на них взлетіли, тому, по словам Юрия Бойко, держава повинна принять срочні мери і снизити їх стоимость. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров, подробності – телеканал «Интер». В смелій Черкасской області жінчина з двома детьми едва не стала жертвой ДТП в своем собственному дворе. Внедорожник влетел туда на бешеной скорости, його не остановили даже металлические заборы. Чем закончилась эта история, узнаем от Станислава Кухарчука. Казалось бы, нічого удивительного в этой компании, которая пытается починить забор, нет. Но завидев нашу камеру, молоді люди стали спешно собирать оборудование і пытались бежать. Двое із них були во внедорожнике, который снес ограждение частного дому. Можете розказати, якщо всталося. Двор Галины Куликовський завален битым стеклом, кусками металлического забора, обломками автомобиля. Женщина розказує, внедорожник на большой скорости снес ворота і дерево во дворе. Остановилась машина всего в нескольких сантиметрах от невестки і двох маленьких внуков. Як невестка розказує, що вони петляли по цій дорозі. І потім оце ж залітають сюди. Тут ви можете представити, ось такий металлевий паркан з ось таким бордюром. В щенк, можна сказати, в друзьке розлетілося. По словам очевидцев, в автомобилі були троє мужчин і дві жіншини. Все изрядно випивші. Це видео на телефон сняли родственники Галины. На кадрах видно, що компанія ведет себя дерзко, даже в присутстві поліції. Пожалуйста, Юра. Юра, відійди. Не мають вони права методірища. Мені говорити не можна? Юра, відійди. Племянник Галины Куликовський присутствував, коли поліція оформляла ДТП. Уверяє, мужчина, який був за рулем наотрез, отказався проходити тест на алкоголь. А потім і вовсі заявив поліції. Машинаю управлял не він, а знакомая. По розмовам, які лунали між ними, навіть по розмовам правоохоронців, все зводи того, що за кермом був це Юра. Тобто Юра постійно рвався до кермати, похотів виїхати, покинуть місце пригоди. Місні жителі возмущени. Якщо жінка і була за рулем, то совершенно незаконна. Поліцейський в неї спитав, є ли в неї посвідчення водія, є ли в неї правонакомія, нема нічого. Вона сказала, що вона училась водити машину. Поліції покаже, розглядують тільки одну версію. Внедорожником управляла спутниця владельця машини. Наказання за таке нарушення не строгое. Вона може отделатися штрафом, або заключенням. Максимум на полгода. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробності телеканал Интер. Черкасська область. За дороги, які не виділи ремонта більше 60 років, взялись в Харковській області. Що удалось привести в порядок за последні два роки. І коли появиться нормальне сообщення міжду Харковом і Сумами, обо всім цьому в нашому матеріалі. О тому, що таке дорога от Харкова до Сум, Алексей Михайлович знає не понаслышки. Тут дорога дуже. Капецька була. Направління называлась. Одні ямы. Страшний сон водителей скоро останется в прошлом. Все лето на трассе Харков-Сумы работает дорожная техника. Машина укладывает асфальт, як под лінеечку. День може закатати до 2 км дороги. С самой машини попадає в бункер асфальтобетонна смесь. Проходит внизу под плитой. Плита дає ему уплотнення в порядке 80, уже забиває. Дорожное покрытие здесь не ремонтировалось больше 60 лет. В итоге в некоторых местах трасса разрушилась полностью. Дорожники сперва восстанавливают основание. Делают 20-сантиметровую бетонную подушку. Цемент вже працював. І його спеціально проливають водою, для того, щоб цемент схватився. І після його накривають збитим на емульсії пленки. Пока нет дождей, роботи ведуться практически круглосуточно. Полностью їх обещають завершить до конца года. Це 81,7 км дороги. Влаштовано буде два шари асфальтобетону. Вирівнюючий та верхний шар. Також буде комплекс завершений розміткою, в'їздними, за'їздними карманами, автобусними, павильонами. Ця дорога буде гарантовано стояти 12 років. Кроме дороги на Сумы, в этом году работы ведуться на магистралях, соединяющих Харьков з Донецькою і Луганською областями. А ще ремонтируються десятки дорог місцевого значення. В маленьких селах, откуда люди порой даже не могли виїхати на трасу. Ви знаєте, в жахливому стані були дороги на Донецьку і Луганську області. Цього року завершимо. Біля 15 державних акт-магістралі цього року заплановано. 80 місцевих доріг. А також долучаються до будівництва і реконструкції місцеві бюджети, і навіть сільські ради. Тому це все робимо для того, щоб якомога більше зробити ремонтів і відповідних реконструкцій. Наступного року також плануємо великі масштабні роботи. Навстрічу харьковським дорожникам со сторони СУМ сейчас движуться їх колеги. Так, к концу року два областних центра соединять единим асфальтовым полотном. Полина Спасенко, Светлана Шикера, Александр Яновський. Подробності телеканал «Интер», Харьковська область. Українські таможенники обнаружили наркотичні вещества в автомобіле, который виїжджав через пропускной пункт «Ягодин» Волынської области. О своїй знаходці фискалі сообщили на страниці в Фейсбуці, але пользователі новість не впечатліла. Виявлення «Конопля» казалась небольшим пакетиком, а його содержимого хватило би на пару сигарет. Задержання наркодилера с мешочком каннабиса пользователі окрестили «ОперАЦІЇ ГОДА» і іронично заметили, що тепері вони можуть спати спокійно. Покарі фискалі рапортують о своїх доблістних операциях, з України в гигантських масштабах продолжають вивозити лес. Лідер радикальної партии Олег Лишко считає, що за контрабанду лесу пора б ввести вголовну відповідальність. Об цьому він заявив у візіта на одне з деревообробляючих предприємств в Чернігівській області. Нардеп також заверив, що не допустит відміну мораторію на вивоз кругліка. Щоб не вивозили контрабанду лесу з України. Тому що контрабанда лесу – це вкрадені робочі місця в наших людей. Це вкрадений добліст у наших сімей і в наших дітей. І це робота для наших конкурентів. Я хочу, щоб наші люди працювали і заробляли. І щоб у них була достойна робота і зарплата. Київ, уліця Дмитрівська, одна із старейших уліц столиці. Тут расположено десятки історичних здань. В цьому особнякі початку 20-го века ще в прошлом року відолбили частини, щоб зробити вход в стоматологічну клініку доктор Майя. Жителям такі зміння не подобалися. І вони зразу ж обратились к активістам, щоб ті розознали, є ли у владельців всі необхідні документи на такі роботи. Ми спробували зайти і поцікавитись. Жодних документів нам не показали. В зв'язку з цим ми були змушені викликати поліцію. Після цього ми зверталися як і власно, так і письмово до працівників поліції для того, щоб розібратися, чи є документи, чи немає. На що ми відповіді так і не отримали. Вопросом законності видачі лицензії на обустройство кліники тогда заінтересовались і в Верховній Раді. По словам нардєба Анны Романове, год назад она писала і в Кабмін, і в Минздрав, щоб узнати, на яких основах в цьому зданні разрешили відкрити клініку. Але чіткого відповіді она так і не получила. Очевидно, що ліцензійні умови були надані без врахування технічних особливостей. Ну, не може в приватному медичному закладі бути замість пандуса драбина. І фактично тоді ніхто нічого не перевірив. І знаєте, ось це почуття безкарності, воно впливає на весь надалі перебіг ситуації. Тому що коли підприємець Шахрай, він розуміє, що у нього не дотримані будь-які ліцензійні умови, а йому ліцензію надають, то це відчуття безкарності йому відкриває зелене світло на будь-які інші недопрацювання. Але після случая смерти пацієнтки во второму відділіні цієї клініки Нардєв знову собирається піднімати вопрос о її проверці в Кабміні. Департамент благоустройства ще в сентябрі прошлого року направив Архстройконтроль письмо з результатами інспекції. Вход в клініку на Дмитриєвській сделан з нарушеннями. Напомню, на прошлій неділю в клініці «Доктор Майя» по вулиці Воздвиженська внезапно умерла жінка після введення анестезії. В поліції відкривали уголовне справи по статті «Халатність». Але до сих пор результаты експертизи, що именно вызвало смерть, неизвестны. Глава профільного комитета Верховной Рады Ольга Богомолец потребовала у Минздрава взять этот вопрос под жёсткий контроль и проверить клинику по всем параметрам. От условий предоставления медпомощи и квалификации докторов до сертификации медпрепаратов. Мы, в свою очередь, также направляли запросы в Министерство, но до сих пор они остались без ответа. Ольга Теребинська, Олег Неведомский. Подробности. Телеканал «Интер». Сильнейшие пожары на юге Израиля. Причина – бедствия поджоги, которые устраивают палестинцы. Огненный террор уже нанёс огромные убытки. Все подробности узнаем от Сергея Ауслендера. Такого жаркого во всех смыслах лета на израильском юге не было со времён последней войны 2014 года. Сейчас здесь ведут другую битву с огнём. Палестинские террористы с помощью воздушных шаров и змеев поджигают леса и поля. А в день одновременно бывает по 40 очагов. Кибуц-Нерам – одно из сельскохозяйственных поселений на границе с газой. Тут выращивают много разных сельхозкультур, точнее выращивали. Половина полей сгорела, на остальных работы идут ни шатка, ни валка. Постоянные обстрелы и поджоги сделали местных фермеров, по сути, безработными. Муж целыми днями пропадает по инстанциям, оформляет компенсацию ущерба. Но её пока не платят, потому что поджоги продолжаются. Работы почти остановились. Убытки от пожаров колоссальны, и счёт идёт уже на десятки миллионов долларов. Это не беря во внимание военные затраты. Ущерб, нанесённый лесам, никто пока и не подсчитывал. В своё время Израиль потратил миллиарды, чтобы озеленить пустыню. Теперь огонь пожирает сады и рощи. Уму непостижимо, сколько человеческих усилий, денег, воды, наконец, нужно, чтобы в здешнем климате вырастить, например, вот такую рощу. Здесь каждое дерево посажено руками человека. Чтобы эта роща превратилась в полноценный лес, нужно ещё лет 30, как минимум. А вот чтобы её сжечь, нужен воздушный шар и полбутылки бензина. Это стоит примерно 5 шекелей, меньше 2 долларов. Компенсации правительство, конечно, заплатит. Но вот кто возместит людям нервы и потерянное время? Город Сдерот снова, как и 4 года назад, прикрыт батареей железного купола. Но даже это оружие не всесильно. Одна из ракет прорвала защиту и угодила в жилой дом. Люди требуют от властей действий. У Хамаса есть стратегия. Это стратегия полного уничтожения Израиля. У нашего правительства стратегии нет. Министры разделились во мнениях. Часть из них требует жёстких военных мер. Часть говорит, что нужно решать всё мирным путём, улучшая экономическое положение в Газе. Эта неопределённость влияет психологически намного хуже, чем сами факты обстрелов. У правительства стратегия есть. Отвечать на поджоги и обстрелы ещё более жёсткими бомбардировками. Но это не работает. Палестинцы изобретают всё новые способы террора. Теперь они используют в этих целях птиц. Несколько мёртвых соколов с привязанными взрывными и зажигательными устройствами были обнаружены в окрестностях Газы. Сергей Услендер. Подробности. Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. Почему не получается обуздать пожары в США? Сколько людей стали жертвами аномальной жары в Японии? И каких ещё неприятных сюрпризов нам ждать от природы? Обо всём этом в нашем обзоре. На индонезийском острове Ламбок повторное землетрясение магнитудой 5,5. Информации о жертвах пока нет. С острова эвакуируют туристов. Во время первого землетрясения на прошлой неделе семибальные подземные толчки привели к масштабным разрушениям. Тогда погибли 142 человека. 230 получили серьёзные травмы. Более 70 тысяч японцев пострадали вследствие аномальной жары, которая не прекращается с начала мая. Это рекордное за всю историю наблюдений количество людей, попавших в больницы с симптомами теплового удара. Только на прошлой неделе погибло 13 человек. 13,5 тысяч были госпитализированы. Большинство пострадавших – пожилые люди, которые ради экономии не включают кондиционеры. В некоторых регионах страны температура достигла 40 градусов по Цельсию. Пожары в Калифорнии назвали самыми масштабными в истории США. Огнём охвачены 115 гектаров зелёных насаждений, и пламя распространяется дальше. Взять ситуацию под контроль пока не удаётся. Дотла сгорели 170 домов. Тысячи людей эвакуированы. Всего на территории штата зафиксированы 23 очага загорания. Прогнозы метеорологов неутешительны. В ближайшее время похолодания или дождей не ожидается. Больше сотни людей ранены в результате взрыва в Болонье. Среди них 11 карабинеров и два сотрудника дорожной полиции. Их отправили в больницу с ожогами. Двое пострадавших в критическом состоянии. Взрыв прогремел накануне на шоссе неподалёку от аэропорта. Там столкнулись два грузовика. Один из них перевозил горючие вещества и от удара загорелся. Тропический шторм Джон, сформировавшийся в Тихом океане, усилился и получил статус урагана. Об этом сообщили в Национальном центре наблюдений за торнадо в США. Скорость ветра внутри смерча около 120 км в час. Сейчас он за полтысячи километров от мексиканского прибрежного города Монсонилио. Джон движется на северо-запад. Но, по словам метеорологов, угрозы пока что не представляет. В Киеве началась подготовка к самому масштабному военному параду в истории Украины. В День независимости маршем пройдут 4,5 тысячи военных. Продемонстрируют 250 танков, гаубиц, других военных машин. Но главная интрига – это новейшая техника украинского производства. Все детали знает Руслан Смещук. Взлетная полоса завода Антонова. На репетицию собрали представителей всех родов войск. За репетицией наблюдает министр обороны Степан Полторак. Вернее, он то в роли командующего, то в роли участника. В этом году парад будет самым грандиозным за всю историю современной Украины. 4,5 тысячи военных промаршируют по Крещатику в честь 27-го года независимости и столетия государственности. Поэтому пронесут знамена УНР. Эти девушки – будущие военные журналисты. В окружении сотен мужчин, словно королевы. А вот Анну и Инну даже на своеобразном троне покатали. Они сегодня именинницы. Также в параде задействуют 250 единиц военной техники. Уже несколько месяцев ходят слухи, что на Крещатике впервые покажут новейшие украинские самоходки «Богдана». Известно, что у них натовский калибр 155 миллиметров и орудийный польский модуль. Министр пока держит интригу. Мы поставим ее в стрельбу, если мы проведем боевые стрельбы. Только после этого мы поставим ее в стрельбу. Я думаю, что все будет хорошо. Надеюсь на это. Выпробования будут проходить. До речи, сегодня они уже проходят. И концевый результат, и концевое решение я буду принимать 10 серпня. 10 августа состоится финальная репетиция парада. Пока еще туда журналистов не пускают, подогревая любопытство. Я думаю, что вы будете приемно довольны тем, что вы побачите. Руслан Смещук, Алексей Шматов. Подробности – телеканал «Интер». Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова